Иное измерение русской культуры Василий Андреевич Жуковский «Что будет?» Читает Евгений Бразов-Брышковский Мы живем на кратере вулкана, который недавно пылал, утих и теперь снова готовится к извержению. Еще первая лава его не застыла, а уже в недрах его клокочет новая, и гром вылетающих из бездны его камней возвещает, что она скоро разольется. Одна революция кончилась, другая вступает в ее колейны, и замечательно то, что последняя в ходе своем наблюдает тот же порядок, какой наблюдала первая, несмотря на различия их характеров. И та, и другая сходны в первых своих проявлениях. И теперь, как и тогда, начинают с потрясения главной основы порядка – с религией. Но теперь действуют уже смелее и шире. Тогда стороною нападали на веру, проповедуя терпимость, теперь нападают прямо на всякую веру и нагло проповедуют безбожие. Тогда подкапывали в тайне христианство, по-видимому, вооружаясь против злоупотреблений церковной власти. Теперь вопиют скровель, что и христианство, и церковь, и власть церковная, и всякая власть – не иное что, как злоупотребление. Какая цель теперешних реформаторов, я говорю о тех, которые искренне желают лучшего, искренно веруют в действительность и благотворность своих умозрений, какая цель теперешних реформаторов, вступающих в тот же путь, которым шли их предшественники, а куда привел этот путь, мы видели с содроганием и знаем, что желанное «лучшее» на нем нигде не встретилось. Какая цель теперешних реформаторов? Этого и сами они ясно не видят. Весьма вероятно, что многие из них сами себя обманывают, и, идя вперед с знаменами, на которых сияют слова нашего века, вперед, свобода, развитие, человечество, сами уверены, что путь их ведет прямо в обетованную землю. И, может быть, суждено им, как и многим из их предшественников, содрогнуться на краю или на дне той бездны, которая скоро под их ногами разверзнется. Позади сих проповедников образования и движения, действующих открыто, действуют потаенно, по их указаниям, другие, уже не ослепленные, с целью практическую, которую ясно перед собой видят. Для них дело идет уже не о преобразовании политическом, не о разрушении привилегий и вековых созданий исторических, это уже совершено первую революцию, а просто об уничтожении различия между «твой» и «мой», или, правильнее сказать, о превращении «твоего» в «моё». Аристократия уступила среднему состоянию, говорят новейшие историки. Среднее состояние должно уступить народу. Что же этот народ, если исключить из массы его класс привилегированный и класс средний? Толпа пролетариев, которым нужно иметь чужое, дабы иметь что-нибудь свое. И уже провозглашено во услышание всем великое правило практических преобразований, извлеченное из доктрин новейшей философии и весьма понятное их неученым адептам. Собственность есть кража. Заметим, что характер эпохи, приготовившей и произведшей французскую революцию, которая, как было кем-то сказано, должна обойти весь свет, состоял в том, что скептицизм был в особенности умничаньем высшего общества. Он властвовал и в среднем классе, но еще не проникал в низший. Напротив, ныне перевес веры на стороне высшего класса. Средний и низший, зараженные буйством века, восстают против всякого авторитета, умствуют, отрицают. Правда, в наше время громче, нежели когда-нибудь, раздается голос меньшинства верных, наиболее просвещенных наукою и деятельно ратующих за все святое. Зато повсеместное, губительное разрушение произведено доктринами разврата в народе необразованном, в толпе работающих и бедных, там, где царствует нужда, огорчающая душу, где живут только для того, чтобы не уронить с плеч тяжелого бремени жизни, где завистливо смотрят с голого, бесплодного берега на море наслаждений, в котором роскошно купаются избранники счастья. Туда голос искушения, проповедующий ненависть, хищничество, отвержение всякой власти и всякого долга, волю страстей и отрицания Божия промысла проникает с быстротою смертельной чумы. И тем быстрее, что все предохранительные и целительные средства против заразы наперед уничтожены, и что бессмыслие невежества с жадностью принимает учение, столь благоприятное страстям и потворствующее раздражению, производимому бедами житейскими, против которых ничто уже не дает душе ни твердости, ни смирения. Это всеобщее отвержение всякой святыни называется теперь свободою, движением вперед, торжеством человечества, освобождением разума. И что бы была Европа, когда бы в 1847 году повторился 1846 год с его повсеместным голодом? Какой бы набат загремел повсюду, и какая бы толпа зверей, столь долго дразнимых за решетками их клеток, вдруг вырвалась на свободу, сокрушив свои заклепы, удвоенную в общем бедствии силою? И что бы произвела эта свобода, это движение вперед, это неспровержение всякой власти, это неограниченное самодержавие народа? Писано в геннваре 1848 года. Читано по изданию полное собрание сочинений Василия Андреевича Жуковского в 12 томах под редакцией с биографическим очерком и примечаниями профессора Архангельского. Том 10. Санкт-Петербург, издание Маркса, 1902 год. Продолжение следует... Продолжение следует...